Еще со времен засечные черты традиции казачества живут на Мордовской земле. Региональное отделение Федерации рубки шашкой Казарла трижды в год проводит соревнования и напоминает об исторических событиях, в которых казаки сыграли важную роль. 19 ноября вспоминают погибших в Великой Отечественной войне. После божественной литургии казаки Мордовии вышли на площадь возле храма святых Мефодия и Кирилла, чтобы продемонстрировать умение владеть шашкой. Чтобы традиции, культуру соблюдать и ее сохранять, нужно уметь владеть этими шашками. Когда ты берешь шашку, у тебя просыпается в крови именно тот дух казачий, и ты уже по-другому себя чувствуешь. Начали юниоры. Ребята от 14 до 17 лет вышли на полосу препятствий с настоящим оружием. Четыре мишени – лоза, бутылка, канат и лоза под шапкой. Каждый элемент нужно перерубить строго по меткам до первой ошибки. Самое непростое испытание – рубка неустойчивого каната. Для этого этапа нужны опыт, сосредоточенность, точный и резкий удар. Данила Пленкин взялся за шашку не так давно. Летом готовился к соревнованиям и неожиданно для самого себя. Хорошо справился со всеми заданиями. Я участвую второй раз, и это как бы мой лучший результат, и я как-то не был уверен полностью. Но как-то справился с этим всем. У меня просто эмоции без границ. Цель соревнований – сохранение исторической памяти, культуры казаков и патриотическое воспитание молодежи. Шашка – неотъемлемый атрибут казака. Но если раньше ее применяли в быту и повседневной жизни, то современные казаки берутся за оружие только на соревнованиях. Турнир – пример молодежи и способ почтить память героев, павших в Великой Отечественной. Помню, горжусь подвигом казаков. Марина Солонина, Денис Ноздрюхин. Народные новости.